Всем приветик! Сегодня для вас я записала еще одну кардиотренировку, и это будет более легкий вариант. Это будет кардиокитбоксинг, так как многие девушки просили. Возможно, в будущем запишу еще один вариант, где более подробно расскажу о стойках и ударах. Но на сегодня получилась вот такая вот тренировочка. Опять же, не забывайте размяться, если вы будете ее делать. После можете растянуть мышцы, сделать растяжку. Но в целом, надеюсь, что вам будет интересно посмотреть это видео. Я хорошенько вспотела. Хоть у нас немножко прохладно сегодня, пасмурно, но все равно получилась отличная тренировка. Итак, переходим к просмотру. Итак, я начинаю свою тренировку с прыжков на скакалке, и я разогреваюсь примерно полторы-две минутки. Если у вас нет скакалки, вы можете просто заменить это упражнение простыми прыжками на месте, или же бегом на месте с высоким подниманием колена. Эта тренировка с технической стороны будет легче, чем моя предыдущая, но с физической стороны она требует больше выносливости. Продолжение следует... Следующее упражнение, которое я делаю, это подъем колена вверх. При подъеме колена вверх руки мы опускаем вниз. Я делаю по 12-15 раз на одну сторону, потом меняю и делаю на другую. Я делаю три подхода на каждую ногу. Продолжение следует... Следующее упражнение, которое я делаю, это будет бег на месте с нанесением прямых ударов перед собой и ударов снизу вверх. При этом я наклоняю свой корпус немного вперед. При выполнении этого упражнения очень важно синхронизировать ноги с руками. Итак, первый подход этого упражнения я делаю на протяжении минуты. Ноги можно поставить на ширине плеч или немножко шире, в зависимости от того, как вам удобней. Теперь я восстанавливаю дыхание. Просто шагаю на месте на протяжении 30 или 40 секунд. Продолжение следует... Теперь я перехожу ко второму подходу этого же упражнения, которое я только что делала, и стараюсь сделать его на протяжении секунд сорока. Если вы можете сделать на протяжении минуты, делайте минуту. После этого упражнения я снова восстанавливаю дыхание на протяжении секунд 30, шагаю на месте. Теперь я перехожу к следующему упражнению. Я делаю приседания, делаю три приседания, поднимаюсь и делаю три удара перед собой руками. Я делаю максимальное количество раз, которые я могу сделать за один подход. Удары руками можно чередовать, не обязательно делать постоянно три удара, вы можете сделать два, или же наоборот сделать четыре удара руками. Больше внимания уделяйте приседаниям. Следующее упражнение, которое я делаю, это джампинг джек и я делаю 50 раз. Следующее, что я делаю, это очередной подход с приседаниями. Но на этот раз я буду делать пять приседаний, подниматься и бить удары руками. Удары руками, опять же, можно чередовать. Не обязательно бить три или четыре удара, вы можете ударить пять раз, а можете всего лишь два раза. Больше внимания уделяйте тому, как вы делаете приседания. И это упражнение я, опять же, делаю максимальное количество раз, которые я могу сделать за один подход. Всем спасибо за просмотр, я всем желаю удачи и обещаю, что в будущем я выполню другие ваши запросики. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok